Всем привет, ZBrush 2019, и Сергей заразил меня именно вопросом летающих, так сказать, насекомых, шершня, в частности, и хотелось бы рассмотреть, как сделать шершня под анимацию. Погнали. Так, начну-ка я ликбокс открою и возьму, чтобы не заморачиваться, вот эту вот голову. Отключу перспективу. Так, флор пока не нужен. Что здесь можно сделать? Первым делом давайте обрежем уши. Это Ctrl-Shift, выбираем Trim Curve, и вот так все это дело ликвидируем. Теперь можно Modify Approach Mirror and Well. Так, ну, в принципе, нормально. Делаем Ctrl-W одну полигруппу. Здесь все это дело пока грубовато можно сгладить. Что теперь? Нос пока не трогаем. Включаем кисточку именно Clay Buildup и Alt-ом уменьшаем до двоечки, как обычно. Вот на двойке нормально тут все можно работать. И давайте сделаем подобие глаз. Точнее, пока сделаем впадины. Так, смотрим, как это все происходит. Ну, в принципе, неплохо. Единственное, что вот здесь вот можно еще, наверное, побольше как-то вот расширить. Следом погнали моделировать ему вот эту лицевую часть. Так, нос можно теперь Shift-ом выгладить. Делаем ему дуги вот эти бровные побольше. Так, здесь вот попышнее. Как-то грубовато пока можно накидывать. Так. Нос еще можно убрать. Накидываем здесь как бы нос. Теперь, что нам нужно сделать? Поднакидать здесь вот нижнюю часть, такую складку. На рот накидаем тоже складку. Так. И вот здесь губу. Вот эту часть побольше. Артур и мини-путы, если кто-то видел. Так. Ну и подбородок. Немножко такой прикольный сделаем. Ну вот что-то в таком духе пока получается. Здесь вот закончим эту бровную дугу. Вот так. И немножко дооформим складку. Так. Здесь все выглаживаем. Так. Наметка вот такого персонажа пока получилась. Чтобы дальше продолжать именно делать голову. Давайте добавим append и добавим сферы. Для чего сферы? Чтобы наметить именно глаза. Уменьшаем глаза. Так. Что у нас тут получается? Без иксимметрии. Так. Побольше. И сюда вот так вот. Как бы. Здесь еще можно немножко сплюснуть. И помещаем вот в эту впадину. Вот так как-то. Теперь давайте попробуем поработать мофт топологи. Переключимся на персонажа. И вот этот нос. Вытянем чуть-чуть поближе. Вот сюда вот так. Так. Это вот немножко приподнимем. Губу. Глаз немножко даже можно побольше. Раздвинуть. Здесь немножко тоже как-то побольше. Так. И череп. Череп. На человеческий нам не надо. Чтобы он был похож. Мы его немножко. Как бы сплю с ним. Ну здесь вот в принципе прикольно. Можно так и оставить. Так. Шею делаем потоньше. Поменьше. Так. Челюсть немножко можно побольше. И вперед подать. Вот так. Угу. Ну в принципе что-то такое получается. Теперь нужно разобраться с глазом. Глаз должен быть сбоку. Добавляем ему теперь геометрии мира. Энтвелл. И немножко скайл. Прибавляем. Так. И немножко теперь сплюснуть можно. Ну вот что-то такое. Итак. Голова пока это набросок. Нам нужно теперь включить флор. геометрия. И попробовать. И попробовать каким образом. Геометрия. Используем. Выбираем. Голову. Делаем сразу. С. Я как в блендер уже. Пардон. Уменьшаем. Уменьшаем голову. Выбираем глаза. И уменьшаем глаза. Чтобы персонаж у нас большим не был. Чтобы было потом удобно делать именно дайна меш. Вот сюда мы глаза подставляем. И немножко S. Прибавляем. И опускаем вниз. Вот так. Чуть-чуть уводим вдаль. Ну вот уже персонаж в принципе намечен. Намечен. Так. Теперь нам что нужно. Тело. Зад. И уже потом руки. Так. Добавляем append. Добавляем давайте. Ну опять же сферу. Переключаемся на нее. И опять же уменьшаем. Сделать нужно. Сначала. Именно нижнюю часть. Чтобы наметка была так. Здесь уже. Moff elastic. Кисточка побольше. X английская симметрия. И попробуем все это дело. Вот так вот вытянуть. В принципе все нормально. Так. X симметрию отключаем. Английская X. Так. Это вот сюда. Но опять же. Чтобы зад не был слишком большим. Сейчас будем все это дело. Корректировать. Так. Где-то вот тут наверное мы его опустим. И чуть-чуть еще. Вытянем. Потом добавим сюда еще шип какой-нибудь. Или пусть он будет именно выдвижной. При атаке он будет появляться. Так. Добавляем теперь опять же. Давайте цилиндр. Вот этот вот выберем цилиндр. Ну опять же скайл. Опускаем вниз. Еще раз скайл. Это будет. Наверное тело. Да. И вот так вот чуть-чуть расширим. Вот таким вот образом. Теперь нам понадобится вот это вот тело. Вот это тело. Так. Теперь давайте возьмем вот это тело. И используя. Кстати покажу. W и control. Можно вытягивать вот так вот. Делать дубликат. Или делать дубликат вот нажимая эту кнопку. Так. Это чтобы не объединять потом два цилиндра. Можно делать вот таким вот образом. Так. Что еще делаем. Эту уменьшаем. Подтягиваем вот сюда. Как бы кверху. Теперь выбираем. Вот эту штуку. Зад. И делаем ему S. Так. Чтобы он как бы побольше был. Вот таким вот. Образом. Вот так. Голова. Голова должна быть поменьше. Значит что делаем. Так. Эту задницу опускаем еще ниже. Делаем ее еще побольше наверное. Да. Вот так. Теперь выбираем вот эту штукенцу. Опускаем ее пониже. И control и. Переключаемся между масками. Так. Вот эту штуку теперь побольше. Вот. Как-то так наверное. Вот теперь. В принципе что-то нормальное получается. Теперь на голову. Переключаемся и голову вытягиваем. Вперед. И немножко усаживаем пониже. Но чтобы была вот эта вот прореха. Вот эта. Мы ее потом еще подкорректируем. Так. Что еще можно сделать. Control и. Вот это сюда поднимаем повыше. Ну и опять же наверное зад. Корректируем. Вот так вот. Теперь делаем на каком-нибудь саптуле дубликат. Сейчас я глаза еще подправлю. Чтобы они были на месте. Вот сюда их. Так. Добавляем дубликат. Ну пусть это глаза будет. Делаем дубликат. И на этот дубликат импортируем. Или делаем свои руки. Я возьму именно руки. С модели Сергея. Так вот рука. Смотрим где она. Насколько она малая. Или большая. Вот она вверху. Если вы саптул какой-то не найдете. То или он слишком маленький. Спрятался за основной саптул. Или. Одной из двух. Короче. Так. Это вот. Помещаем пока сюда. Руку. Вот в эту часть. Можно наверное еще поменьше ее сделать. Вот. Вот так уже будет нормально. Вот так. Теперь. Что нужно сделать. Дровсайз можно уменьшить. И выбрать вот эту руку. Вот так. Контрол нажать на маску. Размыть ее здесь вот внизу. Чтобы мягче переход был. Так. И нам нужно все это дело. Контрол и. Отключить. Включить именно Gizmo. Отключить Gizmo 3D Y. Ротацию включить. Вытянуть ползунок. И все это дело выровнять. Смотрим со всех сторон. Вот таким вот образом. Теперь с помощью MOV. Подгоняем. Корректируем. Смотрим. Как он тут вообще. Расположился. Немножко выравниваем. Так. Побольше вниз. Ну в принципе. В принципе нормально. Потом можно его будет. Немножко подкорректировать. Контрол. Левая кнопка мыши. Снимаем выделение. Ну снимаем то бишь маску. Выбираем MOV. Выбираем ползунок. Ротацию. И делаем. Вот эти крылья в позу Т. Вот так вот. Теперь делаем дубликат. Ну давайте просто продублируем. Здесь уже можно Gizmo включить. И поставим вот эти крылья в позу А. Вот так будет прикольней. Теперь делаем геометрии. Делаем MIRA AND WELL. Выбираем. Можно N английскую нажимать. Чтобы не лазить по саптулам. Выбираем еще одну руку. И MIRA AND WELL. Так. Вот такая штукенция получилась. Давайте добавим теперь опять же какую-нибудь цапту. Ну допустим опять же глаза. Добавляем дубликат. И на этот дубликат импортируем или делаем крылья. Я крылья опять же не хочу время тратить. Хочу взять их с модели именно Сергея. Тем более они зарекомендовали себя уже в Риге. Чтобы видеть со всех сторон его. Давайте сделаем Display Properties и поставим дубликат. Немножко можно поработать теперь вот с этим крылом. Сначала давайте сделаем ему дубликат. Пусть повисит. Переключимся на верхний дубликат. Нижний можно отключить. И вот с помощью MOF Elastic. Немножко крыло. Подкорректируем здесь. Немножко сделаем потоньше. Вот так вот. Немножко как бы. Придадим ему форму. Вот такой. А нижнее крыло оставим наверное. Вот опять же его нижнее крыло вводим. Вот таким вот образом. Чтобы они желательно не соприкасались. Вот так. Когда кости будем вставлять потом. Чтобы. И поменьше. Вот это одно крыло. Ушерочное поменьше. Потом подкорректируем. Так. Наметка есть. Чтобы видеть полностью модель. Давайте геометрии. Мира. Энтвелл. И убираем крыло. Так. Крылья есть. Руки есть. Теперь что нужно сделать. А придать ему нормальную форму телу. Усы добавить. Давайте добавим усы. Чтобы не заморачиваться. Там. С цилиндра допустим угнуть. Выберем. Просто кисточку. Так. Вот это вот. Курф тюб. Кисточку. Драв сайз чуть-чуть поменьше. Вот так. Все это дело выведем. Снимем. Выделение. Так. Нет. Ctrl Z. Давайте еще ее поменьше сделаем. Ну. Где-то в таком духе. Снимаем выделение. Нажимаем на любой мэш. Теперь берем. Moff Topology. Или Moff Elastic. И попробуем. Так. Придать вот этой. Ну. Что-то в таком духе. И немножко как бы вперед его. Вытянуть. Ну. И сверху подкорректировать. Так. Ус есть. Его потом можно костями. Как-то. Как-то. Увести. Подкорректировать. Но пока поставим вот сюда. И сделаем ему опять же. Миро. Энтвилл. Вот так. Усы уже есть. Тут хорошо бы еще пару рук добавить. Таких маленьких. Где-то вот отсюда снизу они должны выходить. Но это уже в процессе. Потом можно в блендер продублировать одну руку и добавить. Так. Добавим теперь кисточку готовую. Чтобы лоад браш уже не делать именно кисти рук. Вот они у него есть. И руки вот именно расправленные будем вставлять. Но будем теперь их вставлять таким образом. Добавляем append. Добавляем любой mesh. Вот допустим сферу нажимаем N. Немножко ее уменьшим. Подведем где-то приблизительно вниз вот сюда. Ну а теперь опять же кисточку где наши кисти. И вытаскиваем одну кисть. Вот так. Переключаемся на clay build up. Здесь делаем split group. Split разъединяем. И находим теперь сферу. Вот она внизу. И она нам больше не нужна. Мы ее просто delete удаляем. Теперь выбираем кисточку именно гизму. Мы ее перекручиваем. Подгоняем. Вот так вот как-то. Так. Вот плохо, что здесь нету семерка на нампаде. Тройка на нампаде. Было бы очень классно. Так. Кисть подставляем. Но чтобы от крыла. Вот рука должна быть подальше. Так. Теперь немножко кисть наверное побольше сделаем. Такую. Под перчатку возможно даже. Так. Так. Вот так. И в чем вопрос? Тут вот вроде как локти. Нужно это все дело перевернуть. Н. Выбираем руки. Шифт, левая кнопка мыши, клик. И вот как-то наверное вот так их поставим. Так. Пардонте. Так. Пардонте. Ctrl Z. Локтями назад. Вот так вот. Так. Еще наверное перекрутить. И наметить потом локти. Так. Это вот еще. Вот таким вот образом. И опять же делаем геометрии мира НТЛ. Находим еще пару рук. Вот эту. Шифт, левая кнопка мыши. И давайте. Так. Где тут у нее локоть? Ну как-то вот так. Ну и опять же в А-позу. Так. Вот таким вот образом. Теперь у нас рука одна ушла. Мы ее Ctrl, левая кнопка мыши маскируем. Ctrl, W. W. Сочетание клавиш. Назначаем ей другую полигруппу. Ctrl, Shift. Клик на ту. Именно полигруппу, которая должна остаться. И делаем. Modify the page. Del hidden. Скрываем. Удаляем то, что нам не надо. Так. Все это дело сделано. Поле F. Вот поле F. Включается Shift F. Сочетание клавиш. N. Включаем. Находим кисть. Немножко ее корректируем. Делаем теперь W. Ctrl. Сочетание клавиш. И вот просто дублируем. Потому что все это будет одинаково. Ну, в смысле, срастим потом. Так и немножко подкрутим. Вот таким вот образом. Ctrl. Левая кнопка мыши. Снимаем маску. И делаем Mirror and Roll. Так. Где у нас теперь потерялась одна рука? Геометрия. Геометрия. Mirror and Roll. Ну, вот получается. Вот такой вот шершень. Именно под риг. И вставлять кости будет хорошо. Единственное, что можно еще крылья отвернуть подальше туда. От спины. Чтобы кости потом не срослись с головой. Вот так будет. Так. Что еще можно сделать? Ну, а тут уже, в принципе, должна идти лепка. Такое брутало сделать. Если будет, допустим, вставляться кости. Можно здесь сделать какие-то вот переходы. Тоже вот с этих тумб. Здесь как-то плечи пролепить. Там мышцы ему добавить. Бицуху, пресс. Ну, в принципе, вот такая модель. И опять же, смысл какой, да? Что, когда вы будете делать вот эту модель, раскрашивать, вы можете ее раскрашивать по саптулам вот этим. Сохранить и закинуть в блендер можно вот руки отдельно. Допустим, тело с головой. Это будет, должен быть, желательно цельный вот этот именно саптул. Мэш. Ну, голову. Голову. Если вы делаете, будете делать под анимацию, то уже желательно голову можно отдельно, глаза отдельно, челюсти, зубы отдельно сохранить. Но тусы пусть с головой спаренные будут. И чтобы не ломался рик, потом именно вот зад вот этот не ломался, сразу определитесь, сколько будет у вас костей. и все это должно быть цельное. Вот это вот корпус полностью должен быть цельный. Чтобы не получилось, что вы будете вертеть, допустим, косточки какие-то, а у вас какой-то саптул мэш будет куда-то вдаль улетать. По прошлому ролику я показывал, там видно ситуацию. Так, N включаем крылья. И вот еще какой вопрос, что можно вот так вот замаскировать одно крыло, а вот это крыло сделать именно под кость. Вот сюда ее увести и сделать мэра N2. Так, теперь N выбрать еще одно крыло, вот это, допустим, сделать ему контрол и пробел можно переносить в эту рамку. Так, вот таким вот образом. если это крыло будет вот в каком положении стоять, то вот это крыло можно немножко ну или вот дальше увести, допустим, вот как-то вот так, наверное, поставить. И опять же мира N2. Так, здесь у нас усы были спаяны Ctrl-Z, Ctrl-Z, и получается, что давайте разъединим усы полностью это Ctrl-Z и сделаем Grow Split. Окей. Так, где тут что находится теперь? N руки, тело, так, пропало крыло, печаль, ну, усы на месте. проверим, где это все дело находится. крылья исчезли. Геометри мира N2 чтобы усы выровнялись. И сделаем, наверное, дубликат. дубликат. его давайте удалим. Найдем N крылья, вот эти, и просто сделаем им теперь дубликат. Так, дубликат, снимаем маску, опускаем эти крылья вниз. Можно их чуть-чуть перекрутить G, как-то вот так подставить. Пусть даже они вот так боком будут. И все-таки они мне не нравятся. Верхние нормально, а вот рабочий стол, крыло, импарт. так, и где оно тут? Оно теперь выше. И S. И перекрутим, и подгоним. Так, и уведем назад. и немножко еще перекрутим вот так, и подведем уже вот так его. Сделаем ему видимость Display Properties. Так, дубликат у него стоит. Немножко еще вниз, и немножко поближе к телу. и подальше открываем. Вот что-то в таком духе. Ну, так вот должен выглядеть именно персонаж под кости. Ну, а что с ним получится, я уже покажу потом на ускоренном. Попробуем ему, наверное, тут бицухи, мышцы добавить, тут брутала такого засандалить. Возможно, даже качка такого, вверху будет качок, тут такой сигарета тоже будет, как Сергей хотел. Ну, что-то в таком духе. Все, всем пока, до свидания.